Всем привет, ребята, добро пожаловать на мой бьюти канал, снова меня зовут Юлия Прелл, и в сегодняшнем видео мы с вами сделаем обзор на новую палетку от Наташи Диноны Зендо Палет. Если вы знакомы с творчеством Наташи Диноны, то вы знаете, что она уже выходила с мини Зендо Палет, я думаю, что год назад, и вот она решила все-таки выйти с полной версии этой палетки. Я получила ее только сегодня, я заказывала ее с сайта официального Наташи Диноны, я заказала ее, когда мы еще были в Форт Лодер Дейли, и она пришла ко мне только сегодня в четверг. Тогда как на Сифоре она вышла, я думаю, 15 мая, и те, кто заказали ее в Сифоре с экспресс-доставкой, они получили ее раньше меня. Если ты заказываешь что-то на препродаже, чем позже ты закажешь это, тем позже это придет к тебе, то есть как-то так это получается. Я поняла, что я что-то не так сделала, и в общем, теперь я буду точно как-то караулить, когда она выходит с чем-то новым, чтобы как можно быстрее купить это. Дайте мне знать, ребят, если вы покупали что-то с сайта Диноны, и какой у вас экспириенции. Палетка сама выглядит вот таким образом, она выглядит супер похоже на палетку бронз, иногда я даже путаюсь, какая из них какая, то есть они реально очень-очень похожи. В общем, это у нас палетка Зэндо, упаковка гораздо более темная, она более такая как бронзовая, тогда как палетка бронз, она гораздо более рыжая. У обоих палеток глянцевый финиш, и поэтому, если вы будете драгиваться на ней очень-очень много, то это будет все видно. А эта палетка у нас стоит 65 долларов, как и все ее палетки среднего размера, слава богу, люди просили у нее, люди умоляли, Наташа, сделай палетки более доступными, и она это сделала, да, после, сколько, двух палеток, с которыми она вышла, которые были у нее по 140 долларов. Сейчас сразу скажу, пока не забыла, срок годности палетки это 24 месяца, сделана она в Италии, что мы очень любим, формула итальянская, как правило, она прям шовскизль. Вот так выглядит внутренность этой палетки. Изначально, когда я увидела эту палетку на Трэдмуде, я немножко не поняла ее, я сначала подумала, что это уже что-то, с чем выходила Дилана, но нет, это новая палетка, тут я поняла, что чем больше я смотрела на нее, тем больше я хотела приобрести. И причина, как мне кажется, в том, что она идеально построена. Здесь, на мой взгляд, идеальная гамма цветов, а именно, если вы большой фанат теплых оттенков в красноватых или оранжеватых тонах, вы найдете их здесь. И также, если вы очень любите какие-нибудь холодные, но цветастые оттенки, как, например, синий, как, например, светло-синий, как мятный оттенок, то она тоже для вас. Как мы знаем, Наташа Динона любит располагать цвета таким образом, чтобы мы могли использовать их как одну палетку, пятерку, то есть, либо вот так, либо вот так, либо же вот таким образом. Здесь же все немножко по-другому. Дело в том, что в этой палетке можно использовать цвета квадратом, то есть, этот цветовой квадрат может также использоваться, как самостоятельная палетка. У нас здесь много красных, оранжевых оттенков, это все также может использоваться, как отдельная палетка и так далее и тому подобное. И также, когда я увидела эту палетку в первый раз, меня почему-то привлекла именно вот эта цветовая гамма, потому что я не большой любитель использовать какие-то синие оттенки. Но чем больше я смотрела на нее, тем больше я понимала, что эта палетка может быть отличной такой цветовой-нюдовой палеткой для моей коллекции. Кстати, очень интересный факт, Наташа Динона, создавая эту палетку, хотела нам показать все элементы природы, начиная от элемента земли, заканчивая элементом воздуха. И мне кажется, у нее это получилось. Я, например, очень четко вижу элемент воды, ну или воздуха, вот прям сразу бросается в глаза именно этот элемент. Да, давайте теперь перейдем к свочам этой палетки. Надо сказать, что палетка свочилась чрезвычайно хорошо. Я просто хочу сказать, насколько шикарно смотрится эта вся цветовая гамма от цветных оттенков до каких-то более нюдовых. Смотрится очень красиво и интересно. Вот мне кажется, это опять же, я не помню, говорила или нет, но эта палетка, она просто идеальна на летнее время, как мне кажется. Я бы ее носила летом только так, каждый день, если честно. Сейчас вы можете увидеть палетку Мини Зендо и нашу среднюю палетку Зендо. Для меня лично нет какого-то глобального сходства, да, есть схожие шиммеры, но в общем, в целом, мне кажется, именно средняя палетка Зендо, это яркость, это цветастость, тогда как мини-палетка Зендо, она смотрится, ну, прям скучно, скажем так. Ну, а теперь давайте, я думаю, пришло время сделать макияж, да. У нас будет сегодня два образа. Мы сделаем с вами, естественно, макияж в более таком носибельном красновато-оранжевом тоне, и второй макияж у нас будет более, ну, такой, знаете, вечерний, можно сказать. Я искренне надеюсь, что вам понравятся сегодняшние мои туториалы, и также мне будет очень приятно, если вы поставите лайк или комментарий, оставите под этим видео для продвижения этого канала. Давайте уже начинать, поехали. Первое, с чего мы начнем, это будет лук в красновато-коралловой цветовой гамме, а именно этой стороне палетки. И начать я хочу с оттенка под названием Relief. Я взяла свою кисточку от Ruffer под номером 16. Я хочу нанести этот оттенок на все века, получается, постепенно растушевывая его. На глазах у меня уже есть, кстати говоря, консилер от Urban Decay знаменитый. Я втушевываю этот оттенок даже к внутреннему уголку глазу и постепенно растушевываю его, идя к концу брови. Оттенок прям очень хорошо фигментированный. Далее я долго думала, хочу ли я взять вот этот потрясающе красивый красный оттенок, или же я хочу взять вот этот оттенок, который у нее в знаменитой формуле кремовой. И, наверное, все-таки, если будет слишком много красного, это будет смотреться болезненно, поэтому я возьму оттенок Mindful и свою кисть от Ruffer под номером 01. Я хочу просто затемнить свою складку века. Очень пигментированный. Кстати, мне кажется, он будет реально очень классно сочетаться с этим насыщенным персиковым оттенком. И постепенно я опускаю этот темный оттенок вниз. И, естественно, не забываем как бы растягивать даже самый темный оттенок немножко наверх, чтобы зрительно сделать, так сказать, лифтинг эффект нашему лицу. Вау, мне кажется, получается просто замечательно. Мне уже начинает нравиться эта палетка определенно. Далее возьмем какой-нибудь из вот этих потрясающе красивых шиммеров. Естественно, нет никакой Диноны без ее потрясающей формулы шиммерных оттенков. И начать я хочу с этого оттенка под названием Tranquil. Tranquil. Тут непонятно, как читать, но в любом случае это ваш выбор, как читать этот оттенок правильно. Я хочу нанести этот оттенок на внутренний уголок, внутреннюю сторону глаза, потому что у нас ждет гораздо более интересный оттенок в этой палетке. Этот оттенок понравился мне сразу больше всех, просто потому что у него есть этот потрясающий дохромный перелив. И нанести я хочу его на середину своего века. Это смотрится очень дорого и красиво. Я добавлю еще немножко совсем вот этого же оттенка Tranquil. Далее возьму еще немного этого же оттенка Mindful, для того, чтобы лучше затемнить наши нижние ресницы. Возьму кисть от номером 14 от Raffer и немножко оттушую. Сейчас, ребят, я подотру вот эту зону под глазами, потому что здесь творится нечто. И вернусь к вам уже с чистым макияжем, и мы посмотрим на конечный образ. И вот так у нас выглядит наш первый образ с палеткой Zendo от Наташи Диноны. Мне нравится, как это смотрится. Немножко такой салтри лук, что-то такое дымчатое, что-то более вечернее. Мне кажется, что самое главное, эти тени растушевались как мечта. Просто я не прилагала никаких больших усилий. И, что самое интересное, даже ремовые ее шиммеры, они на удивление повели себя настолько здорово, насколько ты ожидаешь качество шиммеров от Наташи Диноны. Поэтому да, это наш первый образ. Для нашего второго образа я хочу начать с оттенка под названием Breath. Я хочу нанести этот оттенок на все веко, даже вовнутренний уголок глаза. Знаете, я не могу сказать, что этот оттенок какой-то проблемный. Наносится он очень хорошо. Я удивлена, что... Я смотрела пару обзоров, и многие сказали, что они не ожидали, что оттенок будет сложно наносить на веко. Я же этого не вижу, если честно. Может быть, это потому, что у меня кисточка синтетическая, а не из настоящего ворса. Зеленый он чувствуется, знаете, таким больше, как резиновым, что ли. Теперь я понимаю, если вы накосячили с этим оттенком в ее cream to powder формула, то очень будет сложно редактировать последующие действия. И придется, наверное, так и оставлять все, как и есть. Итак, далее я, наверное, хочу взять оттенок под названием Equilibrium. Невероятно красиво, конечно, смотрится. Ох уж этот перелив у него. Я хочу нанести его, наверное, на все веко. Сейчас мы посмотрим. Осыпается он, да, это нужно иметь в виду определенно. Так я и думала, что я забыла что-то. Я забыла нанести какой-то более темный оттенок. А именно, наверное, вот этот вот. Под названием Mantra. Мне кажется, он будет просто идеальным дополнением для того, чтобы сделать какой-нибудь такой красивый, выгодичий смокий айс. Я возьму кисть от Sigma под номером E45. Будет очень интересно посмотреть, насколько вот такая гамма, морская гамма будет вообще хороша для меня. Потому что я никогда не была фанаткой такой гаммы, если честно. Мне кажется, вот если у вас голубые глаза, это будет прям ваше. Вам очень понравится, скорее всего. Я возьму ту же самую кисть от It Cosmetics. Немножко подтушую. Немножко еще совсем этого же оттенка. Взя к концу проби. Вам определенно захочется использовать сначала эту палетку, а потом уже делать макияж. Потому что, когда дело касается особенно вот таких вот оттенков, очень насыщенных и темных, никогда не знаешь, будут ли они осыпаться или нет. Поэтому имейте это в виду, ребят. Совсем немного оттенка breast, самого оттенка мяты или морских глубин. И я, естественно, хочу немного нанести его во внутренний уголок глаза, для того, чтобы совершенно капельку осветлить наш глаз. Пришло время поиграться с нашими шиммерами. Я хочу взять шиммер под названием, опять же, Equilibrium. И я хочу нанести его на середину века. Вау! Какой потрясающий этот оттенок. Он шикарен. Смотрится как будто бы макроватом, когда вы носите его на века. То есть, как будто бы это шиммер, но он не просто в вашей обычной шиммерной формуле, а это как будто бы очень кремовый шиммер. Вау! Вот это глубина цвета, ребят. Вы видите это? Вау! До этого я не была большим фанатом вот таких оттенков, такой гаммы оттенков. Но сейчас, мне кажется, Динона, она умеет влюбить вас в какие-то определенные оттенки, потому что она умеет это делать. И потом вы пытаетесь в других брендах найти эти оттенки, которые вам полюбились у Диноны. А это не такие оттенки, не та формула, не то качество. Я не думаю, что я где-либо еще видела такие красивые морские оттенки. Это факт. И далее я хочу, естественно, взять вот самый светлый, этот синеватый оттенок. Но он чувствуется не таким однородным, не таким гладким и шелковистым, как предыдущий наш. Очень интересный сам по себе оттенок. Я не могу сказать, что у него есть какой-то перелив в плане дуохрома. Нет, именно такой обычный шиммер в ее обычной формуле. Я возьму свою кисть от Ruffer под номером 13 и немножко подправлю вот этот шиммер, потому что он лег не так, как я этого хотела. И далее я хочу взять свою кисть от Ruffer под номером 03 и взять наш любимый уже полюбившийся оттенок Mantra. Я хочу нанести этот оттенок на нижнюю часть ресниц. Естественно, я соединяю это с нашей растушевкой. Последнее я хочу взять самый светлый оттенок под названием Breath и также нанести его немного на нижнюю линию роста ресниц. Наш образ готов. Сейчас я наклею свои накладные реснички и вернусь к вам уже через секунду. И вот такой, ребята, у нас получился конечный образ с новой палеткой от Наташи Диноне Zendo Palette. Я в восторге от этой малышки, просто потому что если вы не любите, знаете, что палетка была чересчур простая, нюдовая, неинтересная, но если вы также не любите, что палетка была вся полностью цветастая, эта палетка вам очень должна понравиться. Мне она понравилась прям в самое сердечко, это факт. Мне очень нравится этот факт, что здесь есть две стороны в этой палетке, а именно холодная цветная гамма. И также у нас сторона есть с теплыми оттенками, где можно найти нами всеми любимые обычные оттенки на каждый день. Я, если честно, никогда не думала, что когда-то я так проникнусь цветными оттенками, оттенками морской глубины. Это раньше было не обо мне, но сейчас мне кажется, что мне стоит немножко по-другому взглянуть на яркие макияжи. Возможно, это то, что я хочу сейчас попрактиковать, чтобы показывать вам гораздо более интересные образы. Я в восторге не только от цветовой гаммы, палетки и все такое, но еще и от качества, потому что качество в ней, оно отличное. На 5 с плюсом. Я буду, конечно, еще ее тестировать, делать разные макияжи, экспериментировать с ней. Сейчас я понимаю, что помимо Зенду, мне мало с чем можно сравнить эту новую палетку Зенду от Динона. Однако, мне кажется, что палетка от Lunar Beauty, от нашего Мэни Моа, она немножко даже похожа на палетку Зенду, просто потому, что в ней примерно такая же цветовая гамма, за исключением, конечно, того, что здесь есть серебряный, ну и вот сами синие оттенки. Сейчас я решила сравнить палетку Зенду и палетку Bronze. Единственное, что я, наверное, вижу похожее в этих палетках, помимо того, что некоторые шиммеры, они дублируются в обоих, это то, что обе палетки, они в теплой цветовой гамме. Я не знаю, ребят, пишите в комментариях мне, если вы думаете, что есть в них что-то еще похожее, потому что сейчас мне сложно увидеть что-то похожее. То, что это теплые палетки, это определенно видно за километр, но конечно, Зенду это больше как теплая и холодная палетка. Мы это любим. И да, ребят, такой у нас сегодня был обзор на новую палетку Танташи Диноны Зенду Пайлот. Надеюсь, вам очень все понравилось. Мне будет очень интересно узнать, что вы думаете по поводу ее нового запуска. Понравилась ли вам она, захотели ли вы тут же все бросить и побежать, купить ее или заказать на сайте, не важно. Пишите обязательно внизу в комментариях, что вы думаете о ней. Мне будет очень интересно почитать все ваши комментарии. И на этом я буду заканчивать свое видео. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, идеальных макияжных дней каждый день. Ваша Юля. И прощаюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok